Божье. И мы будем читать сегодня текст из послания к Ефесянам 6 главы. Я продолжаю эту серию проповедей о всеоружии Божьем. Итак, 6 глава, послание к Ефесянам. Мы читаем с вами с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облегитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истинною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть, Слово Божье. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством, и молением о всех святых. Слава Господу! Хочу напомнить еще раз всем нам о том, что Бог через свое Слово, Он говорит о том, что мы находимся на войне. Каждый христианин, который принял решение следовать за Иисусом, он находится в духовном сражении. Ощущаем ли мы это или нет, это другой вопрос, но тем не менее мы видим с вами, что в этой битве, в этом сражении не все всегда выигрывают. Очень часто можно видеть, когда христианин, вставший на путь и следующий за Иисусом вдруг, он погибает. Какая-то стрела или какая-то ситуация, обстоятельства сразила этого человека, и он ушел в мир. Сегодня одна сестра мне рассказывала про одного нашего брата, она устроилась на работу, и так оказалось, что там оказался наш брат, отступник, сейчас он отступник. Когда-то ходил в церковь, он переживал Божью любовь, он был в собрании, молился, даже нес служение, важное служение пред Богом. Но потом в его жизни произошли какие-то обстоятельства, и он отступил от Бога. И вот она рассказывала такие ужасающие вещи, она говорит, ты знаешь, он богохульствует, то есть его уста, его речь была настолько богохульной, что мне было ужасно слышать даже, мне было так, это не по себе, она говорит, я жила мирской жизнью, но я таких вещей не слышала, богохульных от людей, которые знали Бога. К сожалению, мы можем наблюдать такие вещи, что поражение или в этой духовной битве люди проигрывают, и в конечном итоге они оказываются вот в таком погибающем состоянии, не могущие ничего делать для Бога, они прозябают свою жизнь, и они, если так и не обращаются к Богу, они отправляются в ад, вечную погибель. Поэтому мы с вами должны ясно и четко осознавать, что мы находимся в духовном сражении, мы находимся в битве. И для этого Господь, Он дал или предлагает принять оружие для того, чтобы можно было противостать всем этим козням дьявольским, всем нападкам сатанинским. И Он говорит о том, что это оружие и есть, и верующий человек, христианин, он должен облечься во все оружие. И мы говорили с вами уже о некоторых амунициях, это во все оружие Божие. Это как пояс истины, помните, броня праведности. Мы также говорили о шлеме спасения. То есть есть виды воинской амуниции или доспехи, которые являются пассивными. То есть вы одеваете их и выходите в них, и это просто защищает вас от внешних атак. Но есть также и все оружие Божие такое атакующее, когда мы не просто имеем какую-то защиту, но мы можем атаковать дьявола, мы можем противостоять ему, мы можем одерживать победу, наступать или проводить такую наступательную политику против козней дьявольских, против дьявола, который пытается нас увести от Бога. И мы должны помнить про это. И Павел пишет ефесянам, что мы должны облечься во все оружие Божие, чтобы противостать козням дьявольским. Сегодня я хочу говорить об одной воинской амуниции. Я думаю, что это одна из самых важных воинских амуниций. В 15 стих апостол Павел говорит «И обувь ноги, готовность благовествовать мир». Он говорит об очень важной защите, которую должен иметь христианин. Христианин, обувь. Сегодня и вчера я размышлял над обувью. Вы знаете, для чего обувь? Для чего была создана или придумана обувь? Ее предназначение. Я не знаю, сколько в своем гардеробе вы имеете обуви. Обувь есть разная. Ну, например, есть домашняя обувь. У кого есть дома домашняя обувь? Вы ходите в ней только дома, вижу, да? Вы никогда в этой обуви не пойдете гулять. Вы представили, да? Вы никогда в этой обуви не пойдете на свадьбу или кому-то на день рождения, или пойдете. Вы даже не придете в церковь в этой обуви, потому что эта обувь домашняя. Она ваша любимая, она очень удобная, она очень простая, но обычная домашняя обувь, мы называем ее тапочки. Это правда. Есть еще другая обувь. Ну, например, пляжная. Вы знаете, когда люди ходят на пляж, она отличается от обуви домашней. Она более уже такая практичная, потому что на пляже человек сталкивается с песок, вода, и там уже должна быть такая обувь пляжная, практичная. Но тоже в этой обуви пляжной ты не пойдешь, например, в драмтеатр или в концертный зал. Правда? Эта обувь предназначена совсем к другому. Есть, конечно, обувь праздничная. Сестры, вы знаете, о чем я имею в виду. Но я не знаю, есть ли у мужчин праздничная обувь. У меня вот как-то праздничной обуви нет. Чтобы она стояла, и я ее вдруг достаю из шкафа, только потому, что какой-то праздник. Ну, есть какая-то обувь парадная, для особых случаев я ее надеваю. Но вот именно, чтобы специально праздничная нет. Но я знаю, что у некоторых людей есть. Есть обувь лечебная. Вы знаете, лечебная обувь, но она отличается от обуви, у нее от обуви праздничной. Лечебная обувь, она скрывает или несет в себе лечебные функции. И очень часто лечебная обувь, такая ортопедическая обувь, она, ну, как бы, как... Хотя сейчас тоже дизайнеры делают обувь, она одновременно и такая современная, модная и ортопедическая. Но в большинстве случаев обувь ортопедическая не является модной. Она предназначена для того, чтобы лечить. У меня ботинки, в которых я хожу, ну, не эти там другие, ортопедические, то есть специальная подошва, специально там, очень удобно, правда. Но она не модная. Ну, как один мне брат сказал, молодой, молоденький брат, говорит, вы как дедушка в этих ботинках. Ну, я понял, что этот парень, он смотрит, и он видит, что эти ботинки, они не модные. Но они очень удобны мне. Вот вы понимаете, есть разная обувь. Летняя, зимняя, демисезонная. У каждой обуви есть, ну, свое, вот есть обувь рабочая. На даче, на огороде, сестры, какая у вас обувь? Домашняя? Я представил, сестра на шпильках пришла на дачу, на каблуках, и она там, нет, мы не видим, там обыкновенные какие-нибудь галоши, да, надел их и пошел. Рабочая. Но есть еще и обувь повседневная. То есть обувь, в которой мы ходим. И вы знаете, за всем за этим мы не придаем значения. Мы смотрим, очень часто на вещи так, мы смотрим, красивая обувь, или нет, модная, современная обувь. Блестящая, дорогая, сколько стоят ваши ботинки. И мы не придаем значения тому, для чего обувь вообще была придумана. Вы знаете, что раньше люди босиком ходили. И сейчас во многих странах люди, африканские особо страны, Индия, много людей, которые просто не имеют обуви. Они ходят босиком. Теперь просто представьте на минуту, что у вас нет никакой обуви. Просто представьте, нет обуви. Наша жизнь очень сильно бы изменилась. Во-первых, мы увидели бы ноги чьи-то, какие они есть на самом деле. Нам нужно было их мыть, братья, не раз в неделю. А всякий раз, когда ты приходишь домой, ну так и было, мы читаем историю в Ветхом Завете, евреи, у них была обувь такая, повседневная, сандалии, обыкновенные сандалии, пыль, грязь. И когда входили в дом, то там нужно было омывать ноги постоянно, тем более, если возлежали люди. Если бы у нас не было обуви, наша жизнь была бы совсем другой. Мы жили бы по-другому. Но я хочу, чтобы мы поняли, для чего была создана обувь. Обувь была создана для защиты стопы. Обувь придумали, чтобы защитить ноги. Почему? Потому что, когда мы ходим босиком, есть опасность на что-то наступить, пораниться. Я помню, еще детьми мы ходили здесь на котлован купаться, и кто-то из отдыхающих просто разбил бутылку и бросил ее, разбитую, бросил ее в это озеро. Мы пришли так толпой, там у нас было много ребят. Я полез в воду и наступил на это стекло и поранился. И кровь бежала. Ну, мы сразу, это дедовский способ, знаете, да, как остановить кровь. Подорожник, там и перекись, там и зеленка, там, но знаете что? Мои друзья, они все начали купаться в обуви. Я сидел на берегу с подорожником, а мои друзья плавали, то есть они были раздеты также в этих труселях, но все одели свои кеды, сандалии и купались все в обуви. Почему? Потому что они увидели то, что со мной произошло. И они не хотели повторения, но купаться очень хотели. И это действительно обезопасило их ноги. В тот день никто не поранился, кроме меня. Вот обувь, она предназначена прежде всего для защиты наших ног. Сейчас, конечно, мы уже на это особого внимания не обращаем. Хотя нет, некоторые пожилые люди говорят, держи ноги в тепле. Да, молодежь не думает. Она говорит, да, мы можно и зимой бегать, и в летних. Главное, чтобы красиво. Главное, чтобы выглядеть. То есть человек не думает о том, а слушай, а если они у тебя замерзнут, ты отморозишь, это же там проблемы могут быть, у мужчин свои проблемы, у женщин свои проблемы. А человек, который уже прожил жизнь, он думает о другом, он думает, как обезопасить свои ноги. А когда скользко. Для меня это вообще, вот с чем я столкнулся после операции, это упасть. То есть мне нельзя вообще падать. Потому что если я упаду, если неправильно упаду как-то, то у меня возникнут, ну ноги так вот могут все просто, искусственные, это забедренные суставы, они могут просто в разные стороны разлететься. Вот. Поэтому мне нужно ходить очень аккуратно. и вот когда скользко на улице, то это очень опасно для меня. Один раз я вышел в обуви, которая не предназначена для того, чтобы ходить по скользкому. Это была обувь летняя, или больше, наверное, демисезонная. То есть ходьба по асфальту, по земле, она очень удобна. Но когда лед, это очень неудобно. И вы бы видели, как я, как корова на льду. Я так шел. Я боялся упасть. Думал, Боже, дай мне, чтобы мне дойти, дай мне, чтобы дойти. И когда я пришел домой, то я сразу сообразил, что нужно делать. Я одел свои дедовские сапоги, потому что я знал, что они не только удобные, они еще могут сохранить меня от падения на льду. У них так подошва сделана, что ты не скользишь. Она не скользит. Вы понимаете, важность, вот почему я вам это все рассказываю. Обувь, о которой пишет апостол Павел, она нужна христианину, чтобы сохранить ноги. Ноги, послушайте, ноги, это важная часть тела. Почему? Потому что именно ноги переносят наше тело. Если нет ног, нас куда поставят туда, там мы и будем стоять. Но ноги, получая сигнал от головы, они переносят тело наше туда, куда мы планируем. Поэтому очень важно заботиться о ногах. И я говорю сейчас о духовных вещах, не просто о физических, духовных. Апостол Павел пишет, что вы должны защитить свои духовные ноги. Какой образ мы можем взять на себя духовные ноги? Духовные ноги это действие, это хождение пред Богом. Когда мы говорим о ногах, мы говорим о хождении. Хождение пред Богом. Вот если я имею ноги духовные, я хожу пред Богом. Я не сижу пред Богом, потому что сидеть вы можете и без ног. Я не лежу пред Богом, потому что лежать вы можете без ног. Я хожу пред Богом. Хожу. И если я являюсь христианином, я должен это понять. Или задать себе вопрос, а хожу ли я пред Богом? Что это значит? Передвигаюсь ли я в теле Иисуса Христа? Или нахожусь в одном положении? Вы знаете, Библия рассказывает нам об одном человеке. Его звали Енох. Кто знает, кто такой Енох? В первой книге в Бытие идет описание этого человека. Удивительно. Всего лишь краткий такой текст. И ходил Енох пред Богом. И дальше. И не стало его, потому что Бог забрал Еноха. Вот представляете, такой короткий текст. жил себе мужчина Енох. И Бог просто его забрал. То есть человек не знал смерти. Бог забрал его. Жизнь Еноха так понравилась Богу, что Бог хотел, чтобы он был рядом с ним. В чем была особенность этого человека? Он ходил пред Богом. Мы очень часто ходим, но пред людьми. Как посмотрят на меня люди? Как посмотрят? Как посмотрят? Как вы на меня посмотрите? Что скажут обо мне люди? В какой я обуви? Это же очень важно. В какой обуви? Какая у тебя? Сколько она стоит? Мы так, мы ходим пред людьми. И вся наша жизнь пред людьми. Но мы забываем о том, что ведь на нас еще смотрит Бог. Что рядом с нами всегда находятся Его ангелы. Если я хожу пред Богом, я буду ходить очень аккуратно. Ходить пред Богом это значит угождать Богу. Стремиться угодить Богу во всем. Это есть хождение перед Богом. Но, друзья мои, ноги или хождение перед Богом должно быть защищено. Защита на этих духовных ногах хождение пред Богом в действии и в служении, которое мы пред Богом несем. Оно должно быть защищено. И для этого апостол Павел пишет, для этого, чтобы защитить свои духовные ноги, свое хождение пред Богом, вы должны обуть ноги. И обуть не для того, чтобы покрасоваться, показать, какое у меня христианство. Знаете, красивое. Как написано первое послание к Коринфянам, написано, сказано, что если я благовествую, если я рассказываю людям о Христе, мне нечем хвалиться, потому что это обязанность моя. Но наше хождение очень часто выглядит именно так. Мы показаться хотим перед людьми. Вот какие мы верующие. Но, или наша обувь, она лишь только как, ну, какая дорогая, красивая, модная. мы не думаем о защите. Не думаем. Но обувь предназначена для защиты. Я повторяюсь и повторяюсь. И, чтобы защитить наши духовные ноги, наше хождение пред Богом, мы должны одеть обувь, обуть их. Что это значит? Когда у тебя обуты ноги, ты не думаешь, куда наступить. Но не в том смысле, что ты не думаешь, куда идти. Но, когда ты босиком, то как? Ты же смотришь, да, босиком. А вдруг там камушек, а вдруг там веточка, а вдруг там стеклышко, а вдруг там как бы трясина, грязь. А когда у тебя сапоги в грязь? Вот я одел модные свои ботинки, туфли, сапоги, красивые. Вышел на улицу и пошел проливной дождь и грязь. И как ты пойдешь? Как? Какая будет твоя походка? Она изменится сразу, правда? Девушка, когда выходит, вчера мы смотрели, Сергей Гришин выходил у нас. Девушка выходит в такой модной, модных сапогах или туфлях и она, она идет, да, у нее походка, видно она, ну. А когда пошел сильный дождь и грязь и вдруг она попала в такую ситуацию, изменится ее походка? Конечно, какая она будет? Ну, так, на подиуме не ходят, правильно? Сто процентов. Она будет осторожная, избирательная, куда наступить? Аккуратно перепрыгнуть она изменится. Почему? Потому что у нее на ногах обувь не для защиты, не защищающая от воды и грязи. Но если у тебя есть сапоги резиновые до поколена, твоя походка не изменится. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот когда мы защищаем свои духовные ноги, свое хождение пред Бога, когда мы их обуваем в обувь, которая защищает нас, то тогда мы не будем думать, то есть она не будет у нас походка такой избирательной, мы будем уверенно идти за Богом, мы будем уверенно смело идти, потому что наши ноги защищены и от грязи, и от воды, и от сырости, и от мороза, и так далее. Огромные преимущества. Конечно, когда мы покупаем новую обувь, не знаю, как вы, но у меня проблема всегда. Когда я покупаю какую-то новую обувь, я уже готовлю себя к чему? К мозолям. Есть ли у вас такое или нет, но когда я замечаю, что и сестры, смотрю на туфли красивая, она идет прям я понимаю, бедненькая мозоли, не получается идти. Ну да, так бывает, когда мы принимаем для себя решение следовать за Иисусом, идти за Ним, не сидеть, а идти, служить, делать что-то для Бога, и мы одеваем на эти ноги эти духовную обувь благовестника, конечно у нас не все будет получаться, будут и мозоли, но знаешь, когда этот мозоль пройдет, когда он там превратится уже в такое, то тебе уже будет все равно потом какую обувь одевать. Мы тоже должны про это помнить, но друзья мои, защитите, защитите свои ноги, следование за Иисусом, продолжайте путь, но защитите свои ноги. Когда наши ноги защищены, мы не смотрим на последствия, то есть на то, что будет. Мы не смотрим, мы идем, наши ноги защищены, мы не смотрим на, мы не отвлекаем внимание на мелкие камушки, мы не отвлекаем свое внимание на мелкие стеклышки, мы идем, наши ноги защищены. Эти проблемы и трудности, которые пытаются нас остановить в служении, Они для нас не являются больше такой преградой Когда я шел босиком Вы понимаете? Это важно Мы не тратим силы на просматривание Наступить туда или не наступить Мы быстро реагируем Если нужно назад-назад Если нужно вперед-вперед Но если ты босиком Чтобы сделать шаг назад Тебе нужно что сначала сделать? Если ты босиком Тебе нужно оглянуться назад и посмотреть Можно ли туда наступить Но когда твои ноги защищены Ты делаешь это свободно Вперед-назад То есть твой путь Он будет уверенным Твердым Быстро реагирующий на какие-то события Раз повернул, побежал Ты не думаешь об этом мелком Аминь, друзья А теперь я хочу подойти Вот К этой важной вещи Обуть ноги в готовность Благовествовать мир Что же это за обувь? У каждой обуви есть название Как называются твои ботинки? Не знаешь, да? Фирма какая? Не знаешь Сергей? Вадик, ты точно знаешь Я знаю Туфли А там должна быть у них Посмотри Я потом тебе скажу Какие у меня туфли Не размер Там надо снять же Посмотреть Фирма какая Сейчас мы проверим У него фирменные Или китайские башмаки Сейчас проверим Как? Итальяна, да? Итальяна Ладно, скажу У меня саламандер У кого еще какая фирма? Итальянские ботинки Ты в итальянских ботинках Да-да Сестры У вас как? Я знаю Есть хорошая Армянская обувь Я вот слышал Что некоторые Есть ручной работы Очень дорогие Некоторые Я слышал Что есть такая Какая-то обувь Какая-то фирма Армяне делают Как? Надо записать Так что Ручной работы Дорого Мягкая кожа Все очень прочно Надежно Красиво Я слышал Поэтому У обуви Есть название Любое Даже какая-то плохая Не очень качественная обувь У нее все равно Есть название Если не Адидас То Ди Дадас Но все равно Что-то есть И соответствующая цена Нам придется платить То есть если ты хочешь Хорошую обувь Надо платить Если хочешь так Лето отбегать Можно подешевле Правда? Если ты уже Не модничаешь То возьми себе Нормальную Удобную обувь И ходи в ней Но обувь О которой говорит Апостол Павел У нее тоже есть название Она называется Готовность Благовествовать Если бы мы Ходили Или сняли Сейчас То там была бы Надпись На этикетке Была бы надпись Готовность Благовествовать Вот что защищает Наше хождение Пред Богом Вот что защищает Наши ноги Готовность Благовествовать То есть я всегда Нахожусь В готовности Я всегда понимаю Что может быть Может быть Сегодня будет Случай и место Когда я должен Благовествовать Что такое Благовестие Благовестие Или благая Весть По другому Говорится По другому Можно перевести Как радостная Весть В чем заключается Радостная Весть Она заключается В том что Каждый человек Грешен Раз Что Христос Умер за грехи Людей Два И том что Каждый человек Имеет возможность Получить прощение